Эфир телеканала ОТС продолжает программу «Экстренный вызов». В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Все происходило в один вечер. События были последовательны. Сначала убийство Безрученко, затем покушение на убийство второго лица Монахова. Дурная слава. Еще одна уголовная история из Бердского общежития дошла до суда. Начала звонить на те же номера. Поняла, что номера все заблокированы. Поняла, что ее обманули. Виртуальный кредит с реальной ненадежностью. Новая уловка мошенников. Нужно сразу же вызывать соответствующую службу. Неудачный прыжок. Новомодное увлечение едва не закончилось трагедией. Юного паркурщика увезли на скорой. Новосибирец будет отбывать наказание за убийство подруги на кладбище. Это преступление произошло в октябре 2017-го. Пара, пополнив запас алкоголя, отправилась вечером на погост. Находясь в изрядном подпитии, влюбленные поссорились. И когда словесные аргументы закончились, в дело пошел нож. Женщина получила несколько ударов острым предметом в живот. От потери крови она скончалась прямо на одной из могил. Так вот, убийца получил 10 лет колонии строгого режима. Обжаловать решение Калининского суда у осужденного не получилось. Так что приговор вступил в законную силу. О другой похожей истории расскажем немного подробнее. В Бердском общежитии пьяные посиделки также закончились убийством. Нападавший скрылся, но его оперативно задержали местные полицейские. И вот спустя время фигурант на скамье подсудимых. Сейчас этот мужчина не может демонстрировать навыки владения холодным оружием. Мешают наручники и решетка. А по версии следствия, именно он 15 марта этого года во время посиделок в общежитии на Попова-35 сначала набросился с ножом на спутницу своего приятеля. Удар пришелся в грудь, и женщина скончалась на месте. Затем на мужчину. Говорят, подвыпившему Владимиру Чирику не понравилось поведение своих знакомых. После совершения убийства Безрученко Чирик покушался на убийство Монахова, также путем нанесения удара, нажав жизненно важный орган потерпевшего. Умысел до конца довести он не смог, поскольку нож, который он воткнул в потерпевшего, изогнулся, и потерпевший оказал активное сопротивление. Сам же подсудимый виновным себя не считает. Говорит, не нападал, а защищался. Я ее не убивал. Я оборонялся, а не наносил Монаховый удар. Потому что он повыше меня, подгоровее. А он наносил мне удары, поэтому мне пришлось как-то проектироваться. Поэтому я нанесу ему удары. Я правша, я левый рукой не мог нанести сильный удар какой-то, чтобы его ранить или убить вообще. Как все было на самом деле, еще предстоит выяснить. Потерпевший знакомый Чирика на первое заседание суда не явился. Сейчас подсудимому зачитывают обвинения. И отсюда снова отправят в изолятор. Ждать следующего слушания. Оно состоится 2 июля. К слову, само Бердское общежитие уже давно заработало дурную славу. Эти кадры красноречивее слов. Хотя местные жители уверяют, место спокойное, детей не страшно отпускать гулять. Это в основном люди, которые здесь собираются. Они между собой какие-то ссоры, скандалы. А так, чтобы кого-то трогали. По крайней мере, я здесь уже детей вырастила своих. Никогда. Хотя и дочери поздно приходили домой. С ними не было никаких проблем. А это факты. Ноябрь 2014-го. Громкое дело Ручимского. Кровавая драка. Одного убили, второго покалечили. Октябрь 2015-го. Один из жильцов избил до смерти вахтера общежития. За то, что тот пришел на работу пьяным. И вот март 2018-го. Если вину Чирика докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Елена Мирошниченко, Алексей Зубила. Экстренный вызов. Подписчики одного из популярных интернет-пабликов активно обсуждают ролик, размещенный в сети. На кадрах женщина, которая после покупки остается с товаром при своих деньгах, да еще и получает сдачу. Будьте внимательны. Мы никого не обвиняем. Просто посмотрите на это видео внимательно. Пока продавец взвешивает товар, покупатель держит на виду пятитысячную купюру. После отвлекает кассира разговором, а банкноту незаметно убирает. Продавец на автомате, отвечая на многочисленные вопросы, отсчитывает сдачу и отдает продукты и деньги. Женщина уходит не только не расплатившись, но и со своеобразным наваром. И в продолжении темы финансовых махинаций. 39-летней жительнице Куйбышева потребовался кредит в 100 тысяч рублей. Женщина решила не тратить время на посещение банка и оформила заявку на сайте одной из финансовых организаций. Что из этого вышло, смотрите внимательно. Оформить договор женщине предложили на следующий день. Для этого необходимо было приехать в отделение банка, расположенного в Москве. Пояснив в ходе разговора, что заемщица живет далеко от столицы, рассмотрели другой вариант. Работник кредитной организации сообщил о том, что они могут предоставить курьера, который привезет договор и она подпишет этот договор. В указанный день заемщица приехала в условленное место, но курьера там не оказалось. Женщина снова позвонила в банк. Специалист пояснила, чтобы заявка была одобрена, следует внести на заблокированную за других кредитов карту 14,5 тысяч рублей. За этими деньгами жительница Куйбышева отправилась в микрофинансовую организацию. Как только перевод был сделан, женщине позвонили из курьерской службы и предложили оплатить еще 10 тысяч рублей за доставку кредитного договора. Женщина снова отправилась в микрофинансовую организацию. Курьера, жительница Куйбышева, так и не дождалась. Она начала звонить на те же номера, поняла, что номера все заблокированы, поняла, что ее обманули. После чего обратилась в отдел полиции. Подобный случай в Куйбышеве не первый, говорят полицейские. Граждане, стремясь быстро решить свои финансовые трудности, нередко попадаются на удочку мошенников. На расследование таких дел требуется немало времени, а вот шансы вернуть потерянные деньги невелики. Поэтому, прежде чем обращаться в виртуальную кредитную организацию, убедитесь в ее реальной надежности. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, экстренный вызов. Спасатели предотвратили очередной суицид. Вызов на улицу Объединения, это Калининский район города, поступил поздно вечером. Звонивший лишь сказал, что на карнизе балкона третьего этажа находится человек. Есть реальная угроза падения. Выехав на место, массовцы действительно увидели женщину. Ее состояние вызывало опасения. Поведение было не совсем адекватным. Начались переговоры. Примерно через полчаса женщина отказалась от прыжка, перелезла через перила и ее проводили до кареты скорой помощи. Еще один эпизод одного рабочего дня спасателей. Бойцы масс сняли на камеру. На этот раз помощь понадобилась 13-летнему подростку, который упал с крыши. Оперативному дежурному МАС вызов поступил от медиков. Бригада скорой не смогла самостоятельно снять с высоты пострадавшего подростка. 13-летний парень в компании приятелей перепрыгивал со здания на здание. Все это происходило на улице Кубовая. В один момент паркурщик неудачно приземлился на крышу двухэтажного магазина. Мальчик почувствовал резкую боль. Спасатели с альпинистским снаряжением и жесткими эвакуационными носилками по раздвижной трехколенной лестнице спустили ребенка вниз. С подозрением на берелом позвоночника подростка увезли в больницу. И последнее. Из-за неисправности аттракциона посетители набережной некоторое время висели вниз головой. Факт такого оказания услуг заинтересовал Следственный комитет. Началась уголовно-процессуальная проверка. На набережной, говорят, это не первое ЧП подобного рода. В тот вечер не сработал аттракцион 360. Карусель на все сто оправдала свое название, продержав людей вверх тормашками несколько минут. Оператор этого развлекательного комплекса вместе с отдыхающими вручную привели механизмы в действие и вернули застрявших на землю. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются работники парка и очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону редакции 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами была Ксения Смотрова. Будьте внимательны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok